Ребята, всем привет! Итак, прошел целый день после полета. Да-да, когда бы не вышло это видео, запускали мы его вчера. Немного кадров видео с прошлого года. Это был самый первый полет данного самолета. Посмотрите, насколько дерзкий был взлет. Он несколько раз чуть не перевернулся на крыло. Но, тем не менее, успешно взлетел. И мы смогли даже показать небольшой результат по скорости. Запуск нельзя сказать, что сверхуспешный. Но и нельзя сказать, что провальный. Потому что видите, самолет стоит вот здесь и он целый и невредимый. В чем основная проблема была плохого полета? Ну как мне кажется и это 99 процентов истины, что очень плохая центровка. Самолет очень плохо управляемый по тангажу. То есть вверх-вниз он очень плохо управлялся. По крену был очень резкий. Добились мы 200 километров в час на нем. Потенциал есть, он чувствуется. Летали не на полном газе. Я один раз до полного газа его доводил и то на несколько секунд. И то он куда-то вверх летел, при этом он не разгонялся. Скорость на взлете была 90 километров в час. Шасси все-таки неправильно спроектированы. Слишком тяжело ему оторвать нос от земли, чтобы взлететь. Какие-то такие дела надо побеждать его. Настраивать, смещать центровку куда-то. Наша основная цель побить рекорд скорости канала, который 240 километров в час. На самолете, которого уже нет в живых. Вот он где лежит. Основной кусочек я оставил на память. Вывезли коршуна на поле погулять. Посмотрите, какая взлетно-посадочная полоса роскошная. Дождались мы, чтобы скосили пшеничку. Теперь здесь ничего нет, кроме вот этих вот жестких палок. Похоже, что будем драть этими палками коршуна. Ну что делать? Сейчас будем осваивать взлет самолета без шасси. Именно так оно изначально и задумывалось. Я тут немного подготовился, сделал крючок. Вот такой из алюминия. Очень мощный, но очень скользкий. Металлическое колечко должно легко с него соскальзывать. Будем пробовать натягивать резину. Вбили колышек. Где-то здесь вот. Главное не потерять эту резину. Вот она толстая, 6 миллиметров. У меня её много на самом деле. И если две нитки окажется мало, можно будет добавить. А само колечко скользкое вот здесь. Оно будет гонять вот так вот. В общем, вон он ждет подключения аппаратуры и ждет, что будет. Давай знаешь как? Отпускай. Страшно, нереально. Страшно, да. По горбу не получилось. Тут скорее эти кольца сорвутся. Не знаю, как ты её будешь держать за вот эту штуку. Раз, два, три, пошел. Слабовато как-то. Я не знаю, может оно с турбиной бы и пошло. Как бы это банально не звучало, но мы ждем резину, которая должна нам приехать из Китая. Не ожидал я, что у меня настолько мало резины и вот этого количества не хватит. Заказал еще в три раза больше. После приезда мы опять начнем готовить самолет и будем пробовать стартовать. В идеале хотелось бы, чтобы он вообще мог подлетнуть на ней. Ну а естественно с запущенным двигателем он сделает это гораздо мощнее, гораздо быстрее. Ну что ж, друзья, если честно, очень страшно. Но мы уже прикрепили резину где-то там. Раза в два у нас теперь будет длиннее разбег. Потом разбег будет заканчиваться небольшим трамплинчиком. Вот. И все-таки я решил сразу стартовать с двигателем. То есть по сути была не была. Надоело уже ждать. Сейчас полчаса понастраивал здесь и будем стартовать. Но ты готов? Не готов, но что делать? Проект, который уже год маринуется. Представьте, год собирается и вот сейчас можно все запороть. Все может разлететься. Покажи, что с той стороны дороги. Во-первых, по асфальту можно прочесать капитально. А во-вторых, там земля. Можно воткнуться, набрать полные помидоры земли. Может перевернуться и так далее. Но мы подготовились. Я заказал резины. Сейчас как растянем ее, это будет что-то. Главное по кумполу не получить. Пошел процесс. Здесь у нас очень большие баки. Надо его еще как-то пошевелить, чтобы на холостом он нормально сработал, не заглох. Старт будет очень живописный на закате. Не ожидал я, что запуски с резины будут настолько провальные. Но все равно не прекращал и не прекращал заниматься этим делом. Мы делали несколько попыток. Потом еще несколько попыток. Потом дальше. В общем, все увидим. Не мог я расстаться с мыслью, что в конце концов все получится. Еще один стартовый день, который мог бы закончиться ничем. Но нет. Все-таки меняется концепция. Уже я не знаю в какой в десятый раз. И решил я ставить колесо спереди. Вот такое поставлю от своего старого самолета. Да, оно немного разбитое, но оно самое мощное. Здесь у нас алюминиевый вал, алюминиевые втулки и уже сделаны карбоновые вставки. Все уже заклеил. Когда расчехлю, можно будет поставить колесо. И будем его все-таки тащить по асфальту. Ой, что это такое? Периодически делает сброс керосина через дренаж, потому что лежит кверх ногами. Ну в общем так, друзья, завтра снова будем стартовать. Ну а сейчас надо пойти поспать, отдохнуть, собраться с мыслями. Что мне понравилось? Это то, что я пробовал опять же летать на маленьком самолете. И уже очень-очень уверенно получается. Значит на этом дорогом нашем коршуне тоже будет все нормально. Так что намотали резину на бобину и завтра снова будем стартовать с ее помощью. Вот уже сколько ее. Я считаю, что это огромное количество. Сегодня пасмурная погода и есть ветер. Взлетать будем вон туда и будем драть самолет по асфальту. Я надеюсь наше моноколесо нам поможет. Заправляю полный бак. Если будет взлет, хочу долго полетать. Посадка будет нормальная, потому что есть ветер. Буду заходить с нормального пушистого мягкого поля и на него же и приземляться. То есть далека заходить и вот так на себя. То есть не в кукурузу, не на вот эту вот землю обетованную, а именно на мягкое соломенное поле. И как вы могли заметить с прошлых моментов, что здесь оно очень здорово притормаживается. А это очень хорошо. Там вот уже видно идет дождь. Я уж не знаю, стоит ли сейчас стартовать или переложить на следующий день. Вообще без понятия. Но ветер мне этот нравится. Поэтому, наверное, будем сейчас стартовать. Не. Не. Ничего не получилось и в этот раз. А вы, наверное, думали, что получится. Думали, ну вот уже, да? Не-не-не, ребята, нас еще дождь нахлобучил. Ну, видимо, это специально, потому что мы уже 8 ниток резины хотели натягивать. Одовое усилие, но разбег очень маленький. И собрали свои манатки, привезли его домой, в гараж. Но по пути придумали два плана. Как же его все-таки можно запускать? Я думаю, нам удастся вас удивить. Я в шоке уже. Что предстоит? Два варианта я ему предложил. Дело в том, что он участвует в них напрямую. Я-то как обычно с пультом, а ему надо делать это. Но мы уже позвонили, договорились. Вроде бы их не смутило даже это все. Короче, уже будем точно делать это. Ты на фанере будешь тренироваться или нет? Да нет. И его поставишь, чтобы я его не перехватил. И все. На, попробуй вот этим. На. В принципе, смотри, как получается. Вот точно так же и этот. Сейчас будет тренировка. Надо лучше теплоизоляцию. Рука уже сгорела. Все приходится придумывать на ходу. Вот уже эти штуки. Снизу крыла я оторвал. И лыжу оторвал. Самолет теперь будем запускать в таком виде, в котором он и должен был запускаться. Вообще, у меня был запасной вариант, если не смогу на резине запустить. Запустить с помощью гигантского квадрокоптера. Квадрик я до сих пор не собрал, ибо у меня нет мозгов. Надо заказывать, ждать. Они дорого стоят. Я в приоритете их не поставил. И поэтому все еще без мозгов. Я тут так подумал, а что квадрокоптер? Можно же по подобному принципу немножко другой техникой стартануть. И самое главное, ребята, почему терплю фиаско? Потому что он рассчитывался под более мощный двигатель. А более мощный двигатель вышел из строя. И теперь я на слабом движке пытаюсь взлетать. Вот так вот процесс пошел. Такая у нас сегодня история. Если сегодня ничего не получится, то как минимум мы дрова получим. Пошла очередная заправка. Заправляем по полному на этот раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три! Вон ходит. Боимся мы. После таких взлетов маленького стало страшно за коршуна. Уверенности стало в 10 раз меньше. Что делать? Опять цеплять колеса маленькие? И ехать на аэродром по-человечески взлетать? Либо делать тележку, чтобы она отваливалась. Сколько мы его уже запускаем? Очень много. Вон дошли до чего уже, ты видишь. 20 метров это, друзья, было. Повтори. В прошлый раз я отказался от идеи с кузова зелка запускать. Но в этот раз мне больше нравится уже зелочек. Привязаться, разогнаться и отпустить его. Так получается? Да. Вот когда появится у него уже поднимающий момент. Когда со мной уже начнёт отрываться, да? Да-да-да-да-да. Тогда отпускаешь и он пойдёт. Я даже ручки могу удобные сделать. Иначе тебя вышка 50 метров ждёт, батя. На 50 метров я уже не хочу. Не хочешь? Там не самые сладкие ощущения наверху. Все говорят. Да отлично. А что ты там? Ладно, будем думать какие-то другие способы запуска. Малыш, кстати, выдержал падение все. Ну вот что-то тут немножко всё-таки на посадке оторвалось. Слегка. Всё, ребята. Как вы думаете, где мы находимся? Да конечно же опять на гостеприимном аэродроме Пешково. И будем запускать здесь как и первый раз был год назад полёт такой, так и сейчас будем здесь стартовать. Основательно на этот раз просто нереально основательно уже подготовился. Сделал такую вот штуковину. Это у нас отключаемая тележка шасси. Сделано управление, которое также будет отсоединяться от самолёта. Как на шаттле шланги отсоединяются от основного бака. Вот так и здесь. Всё будет отсоединяться. Здесь у нас титановые пружины. Можно фактически ногой становиться. А крепится он будет к самолёту через вот такие штуки подвижные. Шаровые опоры маленькие. Будет втыкаться туда и при любом раскладе эта тележка отцепится от самолёта и он полетит. Ну а здесь, сами понимаете, ложемент. Вот и всё. Всё, ставим на самолёт. Здесь у нас будет красиво показываться скорость на экране, как обычно. И ещё установил мега дальнобойку. Всё отстроил. Вроде правильно работает, вот так. Прилепил подальше от всего передатчик. Вот она антенна. Провод протянут через весь фюзеляж. Камера, ретранслятор. Всё как и положено на 1,3 гигагерца. Дальнобойная система. Всё, собираемся и летим. Собираемся и летим. Собираемся и летим. Собираемся и летим. Затем. Субтитры делал DimaTorzok Там уже два года Он не триммируется Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сколько литров адреналина? Литров адреналина очень много Но Посадил я его мое почтение Группа в полосатых Тормоза работают Все здесь Я везде В Крым и Рим и в Огонь А эти не пошли с нами Центровка Хрен знает какая Выказ Я думаю быстрее Гораздо полетит Но надо сделать нормальную Кутячую тележку Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень хорошо Надо настроить его Как же бы он летал с тем С большим двигателем? Явно бы быстрее летал Тот двигатель этот 8 килограмм А тот 18 Вот получается Это подрало При первом Неудачном запуске Когда он у нас соскочил Система не сверхудачная Надо ее дорабатывать Делать крепление Чтобы не соскакивал А вот это вот при посадке Есть такой косяк жесткий То, что все это подралось Это не особо страшно Половина здесь заполируется Сами видите Мега крепкий самолет Летает огонь Уже в этот второй полет Мне гораздо больше понравился Чем тот, что был год назад Сейчас, ребята, как вы и мечтали Будем бить рекорды скорости Мега крепкий самолет Мега крепкий самолет Мега крепко Мега крепкий самолет 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 Готов? Да Я разворачиваю Разворачивайся и повыше Давай Идет полет по FPV Я буду снимать А Виталик будет летать Виталик, смотри Мы с той стороны станем Ты, если что, кричи Сейчас пролет будет Попробуй чуть подальше улететь Виталик Набирай большую высоту И пробуй рекорд Нам надо поставить какой-то рекорд 300 с лишним хотя бы Там всё 330 330 Триста пятьсят Сможешь? Сейчас будем пробовать Еще минуты две можно поливать Если ты на всю всегда летаешь На всю я разворачиваю Пробую разворот, за дорогу залетел. Я не вижу его уже. Ох, свистит как. Больше не получилось, да? Видно, все-таки не хватает уже тяги движку. Пока что 330 максимум, ребята. В общем так, вот с этим навесным стояла камера и телефон. С ним больше 330 не получается разогнаться. Поэтому сейчас все снимаем и чисто по fpv замеряем, как получится. Немножко неудачно отклеили телефон. Теперь я, ребята, без телефона. Вот какой он у меня теперь, видите? Но это еще не все. Вы что думаете, просто задняя стенка разбилась? Потрескалась? Она отклеилась абсолютно полностью. Вот так вот она выглядит изнутри. Это какая-то роскошь! Всё, взлетели. Теперь посмотрим, насколько сильно влияет аэродинамика. Будем делать то же самое. В прошлый раз больше 330 он не набирал. Посмотрим, что будет сейчас. 330,340. Ох, ё, ё! Но уже больше 350, сказал Виталик. Уже больше. Два поля прошло. Пошло, да? 300. Ага. 300. 300. 330. 50. 50. 50. 70. Сколько по итогу? 30. 30. 30. 383. Ну как ты? Тут уже ничего не успеваем заснять. Уже два видока работает на этот самолет. Но он как точка в небе. Конкретно сейчас его вообще не видно. Где он? Что он? Виталик улетает за пару километров и дает разгон длительный, жесткий. Ну где-то 380. Это его предел. Ничего не поделаешь. С этим двигателем, друзья, с 8 килограммами тяги особо каши не сваришь. Интересно всё-таки, сколько же добавил бы движок? В два раза мощнее, если был бы. Ну 500, я думаю, точно было бы. До 500 нам не хватает 120 километров в час. То есть проектная скорость скорее всего была бы. Красивый какой. Красивый и быстрый. Вообще роскошь какая-то просто. Очень красивый самолетик. На перегонки? Конечно. Готов? Смотрите. Вот как-то так. У меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok